Малоподвижный образ жизни Малоподвижный образ жизни наносит вред нашему здоровью, в результате чего мышцы деревенеют, появляется онемение и покалывание. Современные исследования обнаружили, что организм людей, которые много сидят на работе, склонен к старению на 5-10 лет раньше нормы. Из-за того, что человек мало движется, нарушается осанка, спина изгибается и развивается остеохондроз, а также радикулит и остальные патологии. Позвоночник страдает от этого больше всего. Наше тело предназначено для регулярного движения, но технический прогресс привел нас к тому, что сидячий образ жизни стал практически нормой. При этом люди думают, что часовая тренировка до или после работы может компенсировать 8 часов, проведенных в сидячем положении. Но это заблуждение. Чем же опасен сидячий образ жизни? Офисная гимнастика создана не только, чтобы отвлечь нас от рабочей рутины и повысить работоспособность. Она является жизненно важным элементом для тех, кто думает о своем здоровье. Сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок в течение 8-9 часов является причиной многих заболеваний. К таким заболеваниям относятся сердечно-сосудистая система, заболевания позвоночника и суставов, заболевания костно-мышечной системы, нарушение обмена веществ, нарушение пищеварения, диабет, ожирение, рак, головные боли, а также депрессия. Какая же может быть польза от офисной гимнастики? Регулярные физкультминутки повышают обменные процессы и помогают организму регулировать артериальные давления, уровень холестерина и сахара в крови. Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Офисная гимнастика также помогает успокоить нервную систему, снизить уровень стресса и беспокойства, что, безусловно, положительно скажется на эффективности вашей работы. Также гимнастика снижает риск развития болезни позвоночника и является профилактикой острых болей в области шеи, спины и поясницы. Также гимнастика улучшает кровообращение и активизирует работу внутренних органов. Регулярные физические нагрузки помогают избежать потерю мышечной и костной ткани, которая теряется с возрастом, если не заниматься тренировками. Переключение на другой вид деятельности, с умственного на физический, помогает повысить энергию и работоспособность, а также избавиться от сонливости и вялости. Есть несколько рекомендаций, которые помогут снизить риски и осложнения от сидячей работы. Если у вас сидячая работа, то приучайте себя менять длительные периоды сидения короткими минутками активности. Минимум раз в час обязательно вставайте со стула и подвигайтесь хотя бы в течение 2-3 минут. В идеале это раз в полчаса. Нельзя закидывать ногу на ногу. Это ухудшает кровоток не только в нижних конечностях, но и в головном мозге. Необходимо держать ноги под прямым углом. Спина должна быть прямая, а плечи расправлены. Чтобы облегчить нагрузку на спину, нужно откидываться на спинку кресла. Изгиб в локтях должен быть прямой. Желательно использовать коврик со специальным упором для кисти. Рекомендуется прислушиваться к организму. Если где-то возникла боль или дискомфорт, то стоит поменять положение и сесть поудобнее. Если у вас есть проблемы со зрением, то не забывайте также выполнять гимнастику для глаз. По возможности уменьшайте использование транспортных средств, отдавая предпочтение ходьбе. Прогулка пешком на работу или после работы помогает расслабиться, очистить разум и избавиться от стресса. И предотвратить остеохондроз, болевые ощущения, искривление позвоночника и ряд других патологий помогут упражнения для спины при сидячей работе. И теперь я хотела бы обратить ваше внимание, какие упражнения можно делать в офисе, не отходя от своего рабочего места. Музыка Музыка Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»